Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я постоянно ищу на разных ресурсах какие-нибудь интересные рецепты, какие-нибудь идеи для блюд, потому что готовить одно и то же постоянно, признаться, скучно. Пока статистика находок особенно не радует, и я поясню почему. Вот, например, попалась мне недавно эффектная фотография в инстаграме Джейми Оливера, и в подписи он указал, что это картофельные маффины. Мне, к слову сказать, практически всегда интересно смотреть, что он готовит, потому что в его кулинарных экзерсисах много импровизаций. Да, далеко не все из них удачные, несмотря на весь его опыт. Он, например, не очень давно публиковал рецепт по Эли, после чего испанский интернет буквально взорвался негодованием, его смешали, не скажу с чем, даже на телевидение приглашали с просьбой прокомментировать эти события. И он там выглядел несколько, так сказать, взбудораженным. Ну да ладно. Но если регулярно не пробовать что-то новенькое, то это может заплесневеть и вообще покрыться мхом. Поэтому я частенько пытаюсь набрать своего Оливера вдохновение. У него под фото не был указан точный рецепт, поэтому я прошел силу интернет, нашел наиболее такой понравившийся мне вариант и опробовал. Начну натирать картошку. И был разочарован результатом, буквально разочарован. Согласно найденному рецепту, сырая картошка натиралась на мелкой терке, добавлялось яйцо, соль, мука, тертый сыр, добавлялся нарезанный кубиками бекон, и в виде маленьких маффинов это все запекалось. Как сообщал автор рецепта, это были почти что драники, только не зажаренные на сковородке, а запеченные в духовке. Ну и конечно немножко более богатые по вкусу за счет вот этих вот добавок. Бекона и сыра. Надо слить лишний сок. Почему я разочаровался? Да потому что у классического драника присутствует вкус жареной картошки. У него есть такая поджаристая хрустящая корочка. А в предложенном варианте ничего этого не было. К тому же мука добавила такой клейкости этим маффинам. Короче, типично не то. Но идея-то интересная. Я начал думать. Думал, думал, что можно такое сотворить, имея такой вот базовый набор продуктов. Ну то есть картошка, сыр, бекон. И вот до чего додумался. Сыр и нарежу. Это у меня, кстати, чеддер. Очень его мои операторы любят. Да, так вот, подумал. Мне очень нравится печеная картошка по типу крошки картошки. Ну, с начинками разными. И я приготовил эту вот штуку. Формочку вывожу с жирным варено-копченым беконом. Это у меня сухой засолки. Ну, рецепт на канале. Видели? Вот. Если пропустили щелкать, смотрите. Чтобы было легче вынимать, формочку положил в бумагу для выпечки. Так вот, на бекон натертую картошку. Вот так. А затем кусочек сыра. Какой именно сыр использовать, решать, конечно же, только вам. Да и вообще скажу, обязательно же только сыр. Подумайте над другими начинками. Ну, например, я не знаю. О, сыровяленные томаты. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Ой. Рецепт я вам на канале уже показывал. Щелкки, смотрите. Давайте сразу попробуем, раз уж такая идея в голову пришла. Нарежу помельче. Видите, они из холодильника, поэтому масло загустело. Непрозрачное совсем. Но сейчас при ком-то температуре моментально все растает. Можно и другую начинку использовать какую-нибудь. Ну, например, не знаю, грибы жареные, фарш с луком обжаренный, говяжий там или свиной. Короче, поле для импровизаций непаханное. Ну, и сверху все это тоже закрываю натертой картошкой. Получатся эдакие картофельные булочки с начинкой. И все это отправляю в духовку. Температура 200 градусов. Я использую верхний и нижний нагрев. В моей духовке для формочек такого размера понадобится примерно 40 минут. Подождем. 40 минут прошло, и все почти готово. Почему почти? Потому что... Потому что я хочу добавить еще немного яркости. Смажу их соусом барбекю. Как мне кажется, кисло-сладкий такой со стринкой соус прекрасно подойдет к этому блюду. И подожду еще буквально 5 минут. Ну, только для того, чтобы соус немного прогрелся и чуть-чуть запекся, что ли, сверху. Та-дам! Та-дам! И вот результат. И, по сути, конечно, печеная картошка. Баволочки из бекона. С острым кисло-сладким соусом. И с разнообразной начинкой. Так. Что-то интересное у меня. Так. И вот так. Красота. Так. Ну, давайте посмотрим, что же здесь. Ага. Это с томатами. А это, будем надеяться, с сыром. Да. Так и есть. Ай, красота какая, смотрите. Естественно, есть такие штуки, конечно, лучше горячими. Сначала возьму с сыром. Запах бекона, запах соуса барбекю. Сыр, конечно. Классно. Я картошку не сорил, потому что сыр у меня сам по себе достаточно такой острый, резкий, солоноватый вкус имеет. И я его положил много. Если вы будете использовать какой-то более нейтральный сыр или какую-то другую начинку, более нейтральную, то, естественно, картошку нужно посорить. Ой, супер. Я вообще люблю картошку. А в этом блюде. Тут еще и с ароматом поджаренного бекона. Ну, просто сказка. Вот такие у меня простецкие вкусы. Извините. Так, ну а теперь с томатами. Вяленые томаты – это вещь. Они так сильно пахнут. Такой прям классный аромат. Их можно было еще больше положить. Прям отличное сочетание. Мне очень нравится. Тут и кислинка томатная, и сладость, и, в принципе, яркость начинки. Супер. Берите идеи на вооружение. Экспериментируйте с самыми разными начинками. Делитесь результатами. Можно в группе ВКонтакте. Спасибо за компанию. И всем пока. Да. И отдельное спасибо Джейми Оливеру за вдохновение. Теперь пока. Субтитры подогнал «Симон»